Сегодня мэр Братска Константин Климов отмечает день рождения. Главе города исполнилось 39 лет. В свой праздник Константин Валерьевич на работе. Сегодня в графике мэра нет свободного места. Но несмотря на это Константин Валерьевич нашел несколько минут, чтобы принять наши поздравления и ответить на несколько вопросов. Мне сложно сейчас почувствовать свой возраст, потому что мне было 25, и мне казалось, что я уже очень взрослый, и могу обо всем судить, могу иметь свое мнение, могу выполнять какие-то задачи. Сейчас я понимаю, что мне 39, и я тоже в жизни не все могу, и мне еще есть чему учиться, и мне есть куда расти, и есть куда идти. Поэтому я возрастно оцениваю с точки зрения достигнутых результатов и таких целей, которые стоят еще впереди в жизни. Для меня лучшим подарком всегда, наверное, останется достижение моих детей. Мне бы очень хотелось, чтобы они многого достигли в жизни, и они такие подарки мне ежегодно, еженедельно преподносят, сделая какие-то новые шаги, добиваясь моих успехов. А вот такого конкретного подарка, который будет материальным, у меня, конечно, нет. Я считаю, что для человека очень важны положительные эмоции, и стараюсь людям дарить положительные эмоции. Да, у меня есть одна давняя мечта, это мечта с детства. Я хочу со своими детьми побывать в Китае, в монастыре Шаолинь. Я с подросткового возраста увлекался единоборствами, и вот эта мечта с того времени у меня есть, к сожалению, пока вот она не осуществилась. И надеюсь, что в следующем году в своей жизни у меня получится, может быть, ее осуществить. Но рано или поздно я это все равно сделаю. Нет, только работать над собой, потому что мне всегда кажется, или, может быть, это моя привычка, да, искать недостатки в собственной работе, мне кажется, что все, что я делаю, оно, по крайней мере, не безукоризненно. И хочется каждый раз и работу делать лучше, и заниматься воспитанием детей лучше и больше. И все вещи, которыми я занимаюсь, сделать чуточку лучше, чем я это делаю сейчас. Вот поэтому, наверное, над этим и буду работать. Субтитры подогнал «Симон»